Сегодня 24 марта и я нахожусь у здания Измайловского суда. Здесь сегодня рассматривают дела по административным правонарушениям 20.33. Связь с нежелательной организацией, запрещенной на территории Российской Федерации. Вик, доброе утро. Как настроение перед заседанием? Какие эмоции? Ну, так немножко страшнова. Девушки, выньте, пожалуйста, на улицу в здании правого участка. Да, я вадим. Ну, честно говоря, утро у меня это не самое доброе. Я вообще впервые в такой ситуации оказываюсь. Ну, нервничаю, конечно, переживаю. Что говорит адвокат? Линия защиты. Что все будет хорошо? Ну, конечно. Адвокаты всегда надеются на лучшее. Но по вчерашнему дню, вот, понятно, что всем выписывают штраф по максимуму на 15 тысяч. Вообще, слышала о том, что первый раз дают 5. Посмотрим. Супер постановил Каринку Викторию Витальевну, признательную совершенно административную провушенную, смотрим на статью 20-30-й год. И назначили административную наказание, где административную страху возьми 15 тысяч рублей. Все это серьезно. Встали, сели. Все четко по протоколу. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот. Но в целом, в целом, нас лучше не особо хотели. Вопросы не задавали. В общем, все было заранее заготовлено уже, это очевидно. Прокурор попросил 15 тысяч штраф. Суд одобрил 15 тысяч штраф. А что поспособствовало вот этой административке 20-33? Какое событие? Я посетила форум муниципальных депутатов, которые избрали жителей. Там были депутаты со всей России, порядка 200 человек. Я была в качестве зрителя. Так как меня интересует муниципальная повестка в принципе, я сама избиралась дважды в муниципальные депутаты. И, соответственно, хотела пообщаться и посмотреть на форуме, послушать про муниципальную повестку, как в принципе происходит работа депутатом. А как правильно вести компанию, чтобы удачно избраться. Вот. Там через 15 минут зашли полицейские. Мероприятие приостановили. Сказали, что оно незаконное. Все проводили в автозаке. После чего мы 7 часов просидели в отделе полиции. Ну, все-таки непонятно. Вот за это все. Выписали штраф 15 тысяч. Планируете ли вы обжаловать? Да, обязательно. Со мной. Хочу отдельное спасибо сказать защитникам, Алене и Георгию. Они прям очень так поддержали. И морально, и с юридической точки зрения. Спасибо прям им огромное. Спасибо. Спасибо.